Наша музыка. Наша. Игорь, ну чтобы сразу не тянуть, что такое автоплатеж, зачем он нужен? Ведь раньше взял бумажку, жировочку, написал, отстоял, отсидел в Сбербанке и пошел домой. Зачем нужен автоплатеж? С бабушками пообщался со всеми. Ну смотрите, на самом деле отсиживать теперь не надо. Амнистия. Да, практически это амнистия. А если по-простому, то это такой электронный консьерж, который доступен теперь любому клиенту Сбербанка. Это тот консьерж, который сможет за вас оплатить все ваши услуги. Все ваши регулярные услуги. А деньги он тоже сам найдет? Ну почти, да. Найдет на вашей карте. Да. Значит, как это работает? Вы один раз оставляете информацию о тех регулярных платежах, например, за ЖКХ, за сотовую связь, которую вы платите. И указываете удобный для вас день, когда эту оплату нужно совершить. После этого все происходит практически без вас. Это пугает. Да, но при этом контроль за расходами у вас остается. Значит, как это происходит? В нужный день, точнее за день до платежа вам приходит СМС, в который будет информация о сумме. Причем ровно той сумме, которая именно за этот месяц вам выставлена вашим поставщиком услуги. Ну, например, за свет вы в прошлом месяце... 10 тысяч рублей я заплатила, да. Ну, у всех как бы разные масштабы. Я на самом деле, вот если аналогию с консьержем, как раз консьерж в давние времена во Франции это была такая должность, которая поддерживала горение свечей в замках. То есть единственная его обязанность была сделать так, чтобы всегда был свет. Вот, собственно, автоплатеж тоже примерно такую же функцию выполняет. То есть вам приходит информация о той сумме, которая за этот счет вам выставила поставщик услуги. Информация о комиссии. Чаще всего там стоит нолик. Об этом еще попозже расскажу. И после этого вы смотрите на эту информацию. Если все вас устраивает, то делать вообще ничего не нужно. На следующий день произойдет списание, вам об этом тоже придет СМС. Если не хватает одной маленькой копеечки. Если не хватает одной совсем маленькой копеечки, то автоплатеж подождет, когда эта копеечка у вас на счету появится. То есть он проверит, что... То есть все-таки деньги искать самому Павлик. А было бы классно как, прикинь, Сбербанк за тебя и заплатил, и деньги тебе положил. Копеечку нашел. Копеечку нашел, а. Это было бы просто замечательно. Мы об этом чуть побольше расскажем. Быстро скажите нам. Все виды ЖКХ, и электричество, и квартплата, и вода, то есть мы все можем платить? Да, но мы действительно стремимся к тому, чтобы можно было заплатить полностью все ваши счета за ЖКХ. Мы идем по городам. То есть как это выглядит? Мы берем город и всех больших поставщиков услуг, в адрес которых платежи ЖКХ осуществляются, мы подключаем к нашей системе. Вот на текущий момент у нас порядка 30 городов, по которым больше 90% всех платежей ЖКХ можно заплатить через автоплатеж. Итак, мы идем по всей стране, начиная от самых больших городов, то есть миллионники мы все прошли, там полумиллионники, сейчас и дальше. От Москвы до окраев. До окраев, да. Я вот пришла так в отделение Сбербанка, девушка такая позитивная говорит, зачем же вы в очереди стоите? Идите вам сейчас подключат автоплатеж. Дали мне позитивного, красивого молодого человека. Я ему 30 минут конопатила мозг, он терпел, в отличие от вас, ничего мне не говорил, терпел. Работа такая. Да, и подключил мне автоплатежи. Отлично. Вот поподробнее об этом мы вместе с Игорем Мамонтовым поговорим, директором управления платежей и перевода Сбербанка, сразу после нашей короткой, но емкой рекламы. Можно я задам то, что меня паранойя волнует? Пожалуйста. Вот многих боятся давать свои карточки для автоплатежа, потому что кажется, что тогда все люди вокруг имеют уже доступ к твоей карте. Конечно. И тебя обкрадут. Естественно. Ну смотрите на меня как на дурочку. Можете не бояться. У нас нет ни одного случая мошенничества, связанного с автоплатежом. Вообще ни одного. Ну может у вас как на стройке несчастные случаи были, нет, будут. Ну, по идее не ожидается. Не ожидается, хорошо. Ну смотрите, у нас 12 миллионов пользователей платят автоплатежом за сотовую связь, а уже полтора миллиона за ЖКХ. Ого. И не было ни одного случая мошенничества, связанного с автоплатежом. А данные о кредитных картах надежно хранятся у вас? Они, даже автоплатеж о них ничего не знает, если честно. То есть, ну сделано таким образом, что эта информация вообще в принципе недоступна ни для кого, даже Сбербанке. Ну не может такого быть. Как же так? Даже Игорь не знает, сколько у тебя денежек там лежит. Поэтому, что касается безопасности, здесь можно совсем не волноваться. То есть, вы, как клиент Сбербанка, при подключении автоплатежа вводите свой пин. Пароль, да. Да, для того, чтобы вас идентифицировали как пользователя этой карты. То есть, никто на вас, даже сотрудник Сбербанка или еще кто-либо, не может подключить автоплатеж. Автоплатеж. А если я забуду этот пин? Есть пук. Пук. А если я забуду его, то что делать? А это как, ну, это все, что связано с картой, идентифицирует вас либо по пину, либо... По пуку. Да. По пуку, да. Если вы забыли этот номер, то вам просто-напросто перевыпустят карту. Перевыпустят карту. Я поняла. Можно я еще прямо волнусь? Пожалуйста. Скажите, а все можно платить через автоплатеж? Я человек, который иногда, знаете, уже штрафы даже приходят, потому что никак не дойду заплатить. Это удобно мне поставил, они там деньги-то считывают. Я даже никуда не думаю об этом. Правильно же я понимаю? Что я даже могу не вспоминать об этих платежах, они сами будут проходить. Без моего участия. Без вашего участия, но с вашим информированием. Ну, с информированием, да. А скажите, а я все могу так платить вообще? Ну, практически все. То есть мы стремимся к тому, чтобы все регулярные платежи можно было так платить. Значит, начинали мы с сотовой связи. Да. Это когда вы указываете номер телефона, счет, который вы пополняете, указываете порог, при котором пополняете. То есть остается у вас, например, 50 рублей, да, и в этот момент вы говорите, что вот если у меня 50 рублей на телефоне останется, то в моей карточке переведите туда, например, 200 рублей. А это не опасно в роуминге? А, Вова, это же хватит. А ты случайно догадался. 50 тысяч. Давайте я вам про роуминг тоже расскажу. Ну, у нас... Подождите, дайте это все расскажу. Значит, сотовая связь. Так, еще что? Да, сотовая связь. После этого вот все, что касается ЖКХ, то есть телефон, там, интернет, энергия, вода и так далее. Вот все, что связано с вашей квартирой. Как я говорю, здесь мы идем по городам. То есть мы максимально всех поставщиков, которые доставляют эти услуги, переводим на интеграцию с нашим сервисом платеж. Дальше, вот у нас появился 4 месяца назад автоплатеж за штрафы ГИБДД. Как это работает? Здесь для того, чтобы платеж прошел, вам требуется один раз указать нам информацию о своей автомобиле, средства транспортного средства и водительские удостоверения. После этого платеж будет регулярно проверять информацию о штрафах в единой федеральной базе данных на всю страну информацию о штрафах. И если они есть, то вам будет приходить смс-ка, информация о сумме штрафа, дате и так далее. И для того, чтобы штраф оплатить, вам достаточно будет ввести код. То есть если вы код не введете, то у вас ничего не спишется, да, то есть совершенно точно. А если вы ничего не нарушаете, то будет приходиться смс-ка с текстом, что-то мы мало платим штрафов. Ну не совсем так, она. Что-то вы ничего не нарушаете. Ну почти, она приходит так, поздравляем, у вас нет штрафов. Да, да, совершенно верно. То есть совсем-всем по-другому позитивно. И вы точно знаете, что вас не остановят в аэропорту перед вылетом за границу, и у вас не будет каких-то других... А налоги можно так платить? Да, можно так налоги. Сейчас можно платить так за должности по налогам. Ну то есть если вы вовремя заплатили налог, он приходит за должность. Висит у меня, да. Вам тоже приходит такая же смс-ка, ровно точно так же. И даже если пени у вас появились, и пени тоже к вам придут. То есть, грубо говоря, я понимаю, извини вас, что Сбербанк просто следит за всеми моими финансовыми потоками, куда они должны приходить и уходить. И напоминает, Светлана, вы мало зарабатываете. Светлана, ваши потоки надо распределиться. А про роминку? Давайте вернемся к вопросу о роминку. Давайте вернемся к роминку. Значит, смотрите, кроме того, что вы указываете, за что вы хотите платить, вы еще указываете лимит. То есть вы говорите, что в зависимости от услуг, это по-разному устроено. То есть если за ЖКХ, то вы указываете просто лимит на один платеж. Это вот на месяц. Если касается сотовой связи, то там лимит на сумму платежей в день. И если до этого лимита дошло, то автоплатеж лишнего не заплатит. То есть вы точно указали, что вы там, где бы вы ни находились, там больше 500 рублей в день, вы не готовы платить. А супер. Он до этого дойдет и остановится, все. У меня тоже. А у меня такой вопрос. Вот приходит смс, говорят, уверены вы, уважаемые, что вы хотите заплатить этот платеж? А я засомневался и сказал, нет, не уверен. А потом вдруг передумал и снова захотел заплатить. Что же делать мне в таком? Прям мечешься, я смотрю. И даже для таких, не сразу определившихся, и то автоплатеж тоже предусмотрел эту возможность. Значит, что произойдет? Значит, вы, когда поняли, что вы не уверены, вы пошлете код, скажете, нет, нет, стой, 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 не плати. А после того, как вы код послали, автоплатеж именно этот платеж не заплатит. Но в следующий раз он учтет, что у вас неоплаченный счет, и он просто сумму увеличит и скажет, заплати за два периода. А через месяц или когда, да? Да. А если, например, у вас в день платежа не оказалось денег на счету? Такое может быть. Ну, надеемся, что у клиентов Сбербанка такое случается очень редко. Но все-таки. Но вот не хватило трех рублей. Бывает. Бывает. Это не значит, что в следующий раз только через месяц. Автоплатеж каждые три дня будет проверять наличие достаточной суммы на вашем счету. Это же в депрессию можно впасть. Каждые три дня он может говорить, у тебя опять не денег на счету. У тебя опять не денег. Не совсем так. Он говорить не будет. Он будет молчать для того, чтобы вас в депрессию не вводить. Он будет просто проверять, проверять, проверять. Как только они появятся, он радостно вам сообщит. Я, конечно, весь месяц молчал. Я, конечно же, весь месяц молчал, но... И тогда он в конце скажет, когда уже наконец-то день не появится, он скажет, мне нужна твоя куртка и мотоцикл. Ну что, лузер, нашел три рубля? Кредитную карту. Вот у меня, допустим, кредитная карта, которую я пользуюсь в случае, когда у меня нет денег на дебетовой карте. Могу я взять кредитку? Да, смотрите, можно писать вообще любую карту. То есть, вот если там написано на карте Сбербанк России, то любого вида карта, независимо от уровня ее, обычная, золотая, платная и так далее, дебетовая, кредитная, социальная и так далее. Ну, мы не будем сейчас выдавать нашу банковскую тайну, мы это знаем. То есть, любого вида карту, кредитную, дебетовую, пожалуйста. А можно вопросы параноикой я продолжу, ладно? Легко. Значит, у меня два вопроса. Первый, можно ли платить по карте другого банка? Потому что у меня же есть и Сбербанк, и другой. Могу ли я подключить свою карту, чтобы Сбербанк с ней считывал деньги? Это первый вопрос. И второй, я, когда вот жировочки платили, я понимаю, я их храню до конца года, а иногда их года по два, потому что... Три года надо хранить. Да ладно? Да. А я не бросила за 2012-й. Ну, все, теперь к вам придут. Слушайте, а здесь есть какая-то квитанция? Отлично, смотрите, вот смотрите разницу, да? Вот сейчас только что выяснилось, что вы под риском. Вы вот эту жировку, которую два года назад оплатили, вы ее выбросили. А к вам теперь могут претензию-то предъявить. Сказать, пожалуйста, предъявите, пожалуйста, доказательство того, что вы заплатили. Значит, что с автоплатежом? Мы все ваши информации о всех ваших платежах храним в электронном виде у себя. И в любой момент, совершенно любой, можем вам выдать подтверждение вашего платежа. Причем, если вы хотите сделать в интернет-банке, пожалуйста, нажмите только на кнопочку. Вы найдете информацию о вашем автоплатеже и там в деталях можете посмотреть, когда он за что платил. И распечатать. Распечатать. Там будет полностью вся информация, которая нужна поставщику. Если вдруг, ну не знаю, принтера у вас дома нет, то вы обращаетесь в любое отделение Сбербанка. Причем, даже если вы когда-то подключили на Дальнем Востоке автоплатеж, то вы можете в Калининграде прийти в любое отделение. И вам тут же, вот в эту же секунду распечатают подтверждение, поставят синюю печать и роскость. Прямо вот в этот же момент. Причем, независимо от того, где вы подключали и независимо от того, когда сам платеж произошел. Понятно. А карту другого банка-то можно подсоединить к автоплате? Знаете, тут вспоминается такой анекдот. Даже не анекдот, а высказывание Гарри Форда, когда он говорил, что наши клиенты могут купить автомобиль любого цвета при условии, если он черный. Спасибо. Спасибо. Четко, елко, понятно. Я бы подключил коммунальные услуги на автоплатеж, но у меня кооператив «Каштан» отсутствует в списке поставщиков. И даже для вас, для, скажем так, клиентов кооперативов «Каштан» и всех остальных кооперативов, «Березка». Автоплатеж тоже предоставляет такую возможность. То есть очевидно, что мы сразу со всеми поставщиками наши договоры не заключим, поэтому вот такие мелкие поставщики, доступные для того, чтобы осуществлять платежи автоплатежами, сейчас в Москве, а дальше будет по всей стране, таким образом, что вам нужно только ввести все реквизиты с платежки, все банковские реквизиты. Сохранить их там, да. Да, сохранить их, ну как бы вот в тот момент, когда вы подключаете автоплатеж, вам нужно выбрать не поставщика вот из списка нашего, а просто сказать «хочу своего». И ввести все реквизиты, и он будет работать ровно так же. А, то есть можно и алименты так подключить? Можно и алименты. Ну, смотрите, я не хочу забегать вперед, там будет еще много, что еще появится с точки зрения автоплатежа. Если вы готовите каждый день сюрпризы, а кто же мой? Мне бы такого мужа, как Сбербанк, что каждый день, дорогая, не забегай вперед, впереди много интересного. А что же вам мешает? Помните вот того слабого консультанта? Он же, я так понимаю, был и терпелив, и симпатичен. У меня есть один последний вопрос, очень быстро. Я нашла у вас слабое звено, это следующее. Подключить очень трудно, бабушки не справятся. И типа такие дурочки, как я. И даже для бабушек, ну уж для таких красавиц, как вы, то вообще все понятно. Для бабушки красавицы. Какие красавицы рано или поздно станут бабушками? Такие бабушки красивые. Это вот ровно те самые люди-консультанты. В каждом отделении у нас есть. То есть, либо можно через наших операционных работников, да. То есть, вы подходите в любое отделение, где обычные платежи принимаются, и другие банковские услуги оказываются. И сотрудник Сбербанка вам может подключить автоплатеж. Вам нужно иметь просто при себе либо документ, ну, например, паспорт, либо... Либо... Бабушку. Нет, нет, либо карту. Либо карту. Ну, то есть, даже если у вас карта дома лежит, то паспорта достаточно. Эх, ясно. У нас сегодня был в гостях директор управления платежей и перевода Сбербанка Игорь Мамонтов. Спасибо вам. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»